Вот уже несколько лет второе подразделение Центральной детской библиотеки номер 226 рассказывает своим читателям об одном из самобытнейших регионов нашей страны – Республики Бурятия. Очень мало знают об этой территории, поэтому это очень интересно. А территория уникальная. У нас были мероприятия только по местам Бурятии, по районам, по отдельным каким-то вот интересным там озера, горы, вот их названия, что они значат. Вот это у нас тоже было. 15 июня встреча была посвящена не только прекрасным ландшафтам и природному богатству края, но и его культуре и традициям. Ведущие познакомили собравшихся с особенностями национальной кухни, рассказали о блюдах, которые подавались к праздничному столу. Также читатели библиотеки узнали о музыкальной традиции бурят, символики бурятского костюма и народных промыслах, в том числе ювелирном искусстве. К традиционным способам художественной обработки металла в бурятском быту относятся филигрань, зернь, чеканка, насечка, литье, чернь. Бурятские ювелиры, используя опыт предыдущих поколений, владели всеми этими способами. Основным материалом, служившим для изготовления украшений, было серебро. Для мастера не существовали главные второстепенные детали украшения. Так, в некоторых женских украшениях, даже невидимые глазу, детали украшения покрывались тончайшими узорами. Бог видит все, и отовсюду говорили старые мастера. Бурятия пока не является популярным туристическим направлением. Но, по мнению читателей библиотеки, безусловно, заслуживает того, чтобы мы больше знали об этой земле. Я сейчас такую красоту увидела. Мы в основном едем там, где толпы людей, которые вот... А здесь такая красота, она остается совершенно недоступной нашим жителям. Из-за чего, непонятно. То ли транспорт плохой, то ли плохая там сфера обслуживания, или просто некуда там остановиться где-то. Может, там только кочевные какие-нибудь племена и все. Мы мало о них знаем. Надо это показывать, рассказывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!